В этом обзоре представляем Вашему вниманию тринокулярный микроскоп лабораторного класса Levenhuk Med 25, который может быть использован не только в домашней или учебной лаборатории, а вполне пригоден и для работы в исследовательской лаборатории. Это, как говорится, приобретение всерьез и надолго. Микроскоп поставляется в огромной транспортной картонной коробке. Внутри находится надежная пенопластовая упаковка, защищающая прибор во время транспортировки. В комплект поставки входит сам микроскоп, тринокулярная насадка, пара окуляров, конденсор темного поля, контейнеры для хранения объективов, заглушки для посадочных мест объективов, светофильтры, желтый, зеленый, синий, флакон иммерсионного масла, адаптер си-маунт с компрессионным кольцом для цифровой камеры, шнур питания, предохранители, запасная галогеновая лампа, пылезащитный чехол. Комплектные окуляры микроскопа имеют кратность 10 и отличаются широким полем зрения 18 мм. Корпуса окуляров выполнены из металла, оптика имеет просветление фиолетового оттенка. Тринокулярная насадка легко крепится на штатив микроскопа при помощи одного зажимного винта, имеет удобный наклон окулярных трубок и может вращаться на 360 градусов. Также регулируется межзрачковое расстояние. На левой трубке предусмотрен механизм диоптрийной подстройки. Сбоку на призменном блоке насадки имеется специальный рычажок для перенаправления света от окуляров в фотоканал. Когда рычажок задвинут, весь свет направляется в окуляры. Когда выдвинут, свет делится между окулярами и фотоканалом. Таким образом можно одновременно вести визуальные и фотонаблюдения. Микроскоп оснащен четырьмя планохроматическими объективами. Тремя обычными и одним иммерсионным. Объективы кратности 40 и 100 имеют подпружиненные оправы. Установлены объективы в четырехпозиционную револьверную головку. Окуляры в сочетании с четырьмя объективами обеспечивают широкий диапазон увеличения от 40 до 1000 крат. Следует отметить, что иммерсионный объектив полностью раскрывает свои возможности только с иммерсионным маслом. Микроскоп оснащен большим координатным предметным столиком. Микрометрические суппорты позволяют плавно перемещать микропрепарат по полю зрения микроскопа. Настройка резкости осуществляется перемещением предметного столика при помощи рукояток расположенных по обе стороны штатива. Система фокусировки представляет собой двухскоростной механизм. Дополнительное кольцо около одной из рукояток служит для регулировки усилия вращения. Стопорный винт ограничивает ход предметного столика, предотвращая повреждения микропрепарата или даже оптики объектива. Особого внимания заслуживает система освещения. Как обычно, в основании штатива вмонтирован источник света. Но у этой модели осветитель, кроме коллекторной линзы, имеет еще и полевую диафрагму. Освещение включается кнопкой, расположенной на тыльной стороне основания. Сбоку расположено колесо регулировки яркости. Для равномерного освещения исследуемого образца под предметным столиком расположен центрируемый и регулируемый по высоте конденсор АБ. Фиксируется конденсор при помощи одного винтика, а при помощи двух других под шестигранный ключ выполняется центрирование. Конденсор оснащен ирисовой диафрагмой и специальным держателем светофильтров, которые входят в комплект поставки. Светофильтры могут повысить контраст изображения и выделить некоторые детали исследуемого образца. Коллекторная линза, полевая диафрагма и конденсор АБ – вот те элементы, которые необходимы для организации освещения по Келлеру. Этот метод освещения был предложен в 1893 году и используется до настоящего времени как основной прием для получения качественного изображения в профессиональных микроскопах лабораторного класса. Еще одна изюминка – это конденсор темного поля. Таким образом, из коробки мы получаем микроскоп, комплектация которого позволяет пользоваться двумя методами исследования – методом светлого и темного поля. Оценим возможности микроскопа по тестовым снимкам. Срез соснового стебля с 4-х кратным объективом увеличение 40 крат, он же с 10-ти кратным объективом увеличение 100 крат и 40-кратным объективом увеличение 400. Обратите внимание, что резкость изображения одинаковая по всему полю зрения. Вот преимущества планохроматических объективов. И наконец 100-кратный объектив без применения иммерсионного масла. Группа одноклеточных организмов – инфузория туфелька на увеличении 400 крат. На увеличении 1000 крат хорошо раскрывается их внутренняя структура. Строение клетки чеснока на увеличении 400 крат. Отчетливо видна внутренняя структура ядра. Красные кровяные тельца – увеличение 400 крат. Муравей на увеличении 100 крат. Голова муравья на увеличении 400 крат. Видны мельчайшие подробности ее строения. Кристаллы сахара с применением конденсора темного поля. Увеличение 40 крат. Итог теста данной модели можно начать и закончить одним словом – вау. Добротное исполнение элементов конструкции микроскопа – планохроматические объективы. Это оптика полупрофессионального класса, которая дает картинку, лишенную основных оптических искажений, таких как хроматизм и кривизна поля. Особо стоит отметить комплектацию микроскопа конденсором темного поля. В общем, данную модель можно смело рекомендовать не только для учебных или домашних лабораторий. Наверняка этот инструмент может успешно применяться и в исследовательских лабораториях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА